Наш циведущий Камран Гасанов, эксперт Российского Совета по международным делам, старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики филологического факультета РУДН. Камран, здравствуйте. Доброе утро, Камран. Ну, в общем-то, мы за остановой следим, а вы за новостями откуда следите? Какие события выделяете для себя? Ну, я бы сказал, эта неделя у нас ближневосточная, да, потому что на этой неделе приезжал эмир объединенных Арабских Эмиратов, встречался с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Конечно, это была знаковая встреча. И вчера буквально встретились эмиры Катара, и российский президент. То есть это тоже важная ближневосточная страна. И все это происходит после того самого решения о присоединении четырех областей, да. То есть я вот ловил себя на мысли, если эти страны не принимают российскую политику на Украине, то смысл с ними, им видеться с российским руководством, да. Тем более на них оказывается огромное давление сейчас. Огромнейшее давление. По вопросу нефти, ОПЕК+, и, конечно, встречаться с человеком, которого на Западе считают уже не рукопожатым, да, официально, и рекомендует своим ближневосточным партнерам не разговаривать с Россией, конечно, это большой вызов для Соединенных Штатов, учитывая тем более, что на территории каждой из этих ближневосточных стран есть американские военные базы. Но понятно, что на этом регионе это не ограничено. Секунду, а вы не ответили на вопрос. Вы сказали, я ловил себя на мысли, зачем приезжать, а зачем приезжать? Вы не ответили. Ну, дело в том, что интересы этих стран, нефтяных стран, они отвечают интересам России. То есть наши интересы пересекаются. Экономически. Ну, опять же, решение ОПЕК плюс об ограничении добычи. Да, и они хотят ограничиться, и мы хотим ограничить, да, потому что мы заинтересованы в поддержании высоких цен. Но тут еще есть инвестиционный момент, да, потому что все эти страны, в частности Катар, Эмираты, они планировали и начали инвестировать в российскую экономику, да. Катар, мы знаем, вложил в российские аэропорты, Эмираты тоже выделили немалые средства, да, там порядка... 4 тысячи компаний, я, честно говоря, удивился, когда арабские эмираты сказали, у нас работает 4 тысячи компаний российских. Да, то есть этот визит, который был в Петербурге, да, эмира Абу-Даби, он был не случайен, да, то есть он уже 11 раз приезжал в Россию, договаривался о различных проектах, 5 миллиардов долларов они хотели инвестировать, и вот из этих 5 они только 2,5 смогли, потому что американцы всячески оказывают давление. А если все-таки переместиться в Астану, ну, встреча с Эрдоганом, да, уж это ваша тематика на все 100%. А еще если вспомнить энергетическую неделю, на которой было сказано, что Турция может стать газовым хабом. Да, ну и вот, в принципе, как вы оцениваете эти встречи, переговоры, взаимоотношения? Ну, с Турцией там прям отдельный пласт отношений, да, то есть у нас эти отношения все больше расширяются, то есть увеличивается формат этих отношений. Это, если раньше мы говорили, например, в контексте с Турцией только там про Сирию, да, про какие-то там проекты С-400, то сейчас уже идет полноформатное сотрудничество, это и стремление Эрдогана в посредничестве, да, в украинском регулировании. В миротворчестве, да, и Катар, кстати, и Мират тоже туда хотят подключиться. Но и вот эта зерновая сделка, которая активно уже работает, функционирует, правда, с некоторыми проблемами, о которых и Эрдоган, и Владимир Путин говорили, но сейчас ее хотят расширить в рамках продуктовой сделки, чтобы не только зерно, но и другие продукты доходили. Мне хотелось бы вот такой вопрос задать. Вот это посредничество Эрдогана в ситуации с зерном, не было ли это, ну, скажем, каким-то пилотным проектом к посредничеству по газу, к возможному? Я допускаю такую мысль, то есть Турция, она не находится все-таки официально под санкциями, да, у Турции прекрасное отношение и с Россией, с остальным миром. Поэтому Турция, на самом деле, ввиду своего географического положения, она всегда хотела быть хабом вообще всего, да, и газа, и нефти. И дипломатическим хабом тоже, да. То есть все, что угодно. Еще одна важная тема, которую, Камран, хотелось бы обсудить. Вот президент России пригласил Алиева и Пашиняна встретиться в России и прокомментировал конфликты в СНГ, заявил, что надо стремиться к тому, чтобы искать выход из сложившейся ситуации по максимуму, и также назвал некорректным и неприемлемым заявлением Макрона. Россия всегда искренне стремилась урегулировать любые конфликты, в том числе и в Карабахе. Да, и министр иностранных дел сегодня. Армения, Азербайджан и Россия встречаются в Астане. Ну, Франция, мы видим, что она скептично относится к любым телодвижениям, которые делаются со стороны Турции и России, да, вот это, кстати... По урегулированию... Вообще, в принципе, да, вот газовый хаб, да, вот то, что мы хотим создать, уже во Франции его раскритиковали. Что касается вот конфликта между Арменией и Азербайджаном, то в последнее время мы, конечно, наблюдаем, что Европа пытается все-таки перехватить инициативу в этом вопросе, потому что в 20-м году, после Второй Карабахской войны, по сути, европейские страны были отброшены из этого процесса, да, потому что Алиев говорил, что Минского процесса больше не существует, где вы были раньше, резолюции обезда не соблюдались, и вот сделка была подписана при участии Владимира Путина. Но в последние месяцы, пока вот Россия больше сконцентрирована на Украине, вот европейцы, они пытаются все-таки взять, так сказать, реванш, да, проводят переговоры, мы видели... Пелоси прилетал. Да, три... Ну, это отдельная, это армяно-американская, да, большая тема, я имею в виду переговоры между Арменией и Азербайджаном. То есть они проходили в Брюсселе, вот недавно был саммит в Праге, да, и мы видим, кстати, как ни странно, вроде бы это как наши конкуренты, да, европейцы, но на их площадках какие-то удается делать подвижки, да, то есть там заявления были о том, что вот Алиев даже говорил после последней пражской встречи, что к концу года мы уже подпишем мирное соглашение. И, конечно, здесь, с одной стороны, мы не можем не радоваться, да, потому что если Армения и Азербайджан улучшают свои отношения, это стабильность за Кавказией, и нам не нужен второй фронт, да, тем более сейчас. В процессах на Южном Кавказе есть несколько игроков, да, есть Турция, Иран, Россия, между ними есть определенное взаимопонимание, да, в силу российско-турецких и российско-иранских отношений. Европа очень недовольна, да, потому что после Второй Карабахской войны европейцы были отброшены из процесса, они никак не участвовали, сделка была подписана в Москве, и вот в последние месяцы они вот пытаются перетянуть на себя одеяло, Ну, таким способом он же, по сути, как, обвинил Россию, да? Да, 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 то есть если бы это было дипломатически, да, вот давайте проводить переговоры, пусть Россия тоже ставит там свою печать, да, о том, что вот мы решаем конфликт, но он уже действует как-то очень топорно, да, давайте Россию вообще отбортуем, да, она только вносит хаос, беспорядки, и мы только сможем решить эту проблему. Видите, вот в Брюсселе мы проводим переговоры, вы там о чем-то договариваетесь, да, там делимитация границ, там соглашений и так далее. Но понятно, что без России этот вопрос не решится, и именно поэтому вот Владимир Путин, Пашинян и Алиев снова видят, и я думаю, это далеко их не последняя встреча, и именно на финальной стадии, конечно, будет, так сказать, добро и благословление от России в хорошем смысле. Камран, ну вот сегодня мы активно обсуждаем Турцию, да, и зрители тоже пишут, но некоторые сомневаются, что в истории всегда противником России, там, член НАТО и так далее. А я вот хотел о чем спросить. У Эрдогана же летом следующего года выборы президентские, да, и вот его вот эта экономическая политика, которая направлена на рост производства, да, там, увеличение импорта, на снижение ключевой ставки, да, рост инфляции и так далее, к чему она может привести на этих президентских войск? Вы уже анализировали, каковы шансы его стать следующим президентом? И если не станет, что изменится в российско-турецких отношениях? Ну, Эрдоган сейчас очень на тонком льду, я бы сказал, балансирует, да, на острие бритвы, потому что в экономике далеко не все гладко. Ну, вот кроме инфляции, а что там? Да, 80%, но а ВВП... Уровень жизни, тем более сейчас еще вот, я бы не исключал воздействие российского фактора, да, то, что наши граждане туда едут, да, там, то есть это тоже дополнительное обременение, плюс не будем забывать про несколько миллионов беженцев, да, из Сирии, которая Турция... То есть это только сейчас сказывается, почему-то вот именно этот фактор не раскрывается, да, что вот это несет огромную финансовую нагрузку на турецкий бюджет. Но часть заплатили, часть оставили, да, и Турция сейчас хочет переместить этих беженцев в Сирию, вроде бы часть удалось сделать. Но, с другой стороны, и деньги россиян тоже вместе с некоторыми россиянами приехали. Не со всеми, конечно, но... Что перевесит. Но я вот замечаю, да, последние именно электоральные циклы, да, там, выборы президента в Турции. Именно вот под эти ситуации, именно в эти решающие моменты Эдоган ставит больше не на внутреннюю политику, а на внешнюю. То есть это какие-нибудь сделки с Россией, там, о покупке С-400, или он там жесткий отпор американцам в Сирии дал, да, то есть провел... Ну, у него есть варианты, да, то он с Грецией, то Швецию, Финляндию не пускает. Он в этом плане, конечно, картами играет. Сейчас, как бы, тема поводов очень много, да, даже вот это вступление, стремление Турции вступить в шанхайскую организацию, зерновая сделка. В принципе, даже некоторые эксперты говорят, что вот эту зерновую сделку можно так преподнести, что якобы Эдогану можно дать новелевскую премию, да, потому что он там спас мир от голода. Но так в итоге шанс его на победу летом 23? Шансы, как всегда, я думаю, 50 на 50. Потому что вот эти все статистики и голосования, да, которые, опросы проводились, и на последних выборах тоже показывали, что Эдогана не очень-то уверенная лидер, что, да, где-то он может проиграть. Но есть всегда, вот это на всех выборах есть серая масса, которая не высказывает свое мнение до последнего момента, и его настроение зависит от событий. Если вот перед непосредственно выборами Эдоган сделает что-то эдакое, да, там, например, проведет условно встречу российской и украинской делегации, то это, конечно, ему прибавит очков. Он не может держать этот козырь.